Эту клумбу создавали жители дома по улице Ярошенко в центрально-городском районе. В первую очередь для того, чтобы украсить двор, но и в конкурсе поучаствовать не отказались. Дизайн разрабатывали сами, аиста и грибы, которые украсили композицию, сделали из подручных материалов. Сами разрабатывали, сами сажали, сами планировали, цветы приобретали, кто даст, покупали. На славу потрудились также работники учебных учреждений. Например, одна из клумб городского лицея заняла второе место в прошлом году. В этом школьники решили взять реванш и стать первыми. Новую цветочную фантазию создали по мотивам сказок Пушкина, дополнили композицию украинскими нотками. Слана Людмила, у лукоморья дуб зеленый. Вот вы здесь видите цепь, в некоторых персонажах там и леший, и баба-яга, и пруд, и русалка. Кусочек украинский, как бы тут огород, плетень, горшки, домик, мельница. А вот там мешок с мукой стоит, с мышками. Трудятся над клумбами и представители местной власти. Полным ходом идет благоустройство у входа в советскую районную администрацию. Здесь и корабли из цветов, и композиции из камней. Чиновники говорят, победа в конкурсе может принести не только удовольствие, но и денежный приз. Премию, которую мы заработали в прошлом году, мы приобрели вот эту плитку, и сейчас облагораживаем вход в администрацию, и вот эту клумбу, которая, она показательная, она должна быть, это вход в центральный орган власти. Недостатков нет, почему? Потому что все это творчество людей, то есть предложение рук людей, и оценивать их работу, у кого плохо, хорошо, я думаю, это не совсем правильно. Поэтому всем, кто принял участие, хочется сказать большое спасибо. А пополнить ряды участников конкурса клумб «Аленький цветочек» может каждый. Заявки в районных администрациях принимают ежедневно вплоть до августа. Главное условие – оригинальность. Это первое, что будет учитывать комиссия. Победители получат денежный приз, но потратить его смогут только на благоустройство города. Сумму поощрения коммунальщики пока не называют. Чья клумба лучше станет известна в преддверии Дня города, а пока еще у участников есть время проявить творчество и доделать то, что не успели. Злата Байрачна, Евгений Красюков, Панорама. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!